В эфире итоговая программа неделя в Тагиле в студии Алла Кузнецова. Здравствуйте! Настало время узнать о главных событиях пятницы и уходящей рабочей недели. Вначале по традиции основные темы выпуска. Председатель правительства Свердловской области попал в Нижнетагильский госпиталь, чтобы узнать, как вырос за год будущий многопрофильный медицинский центр. Моя профессия, мое призвание. В Нижнетагил приехали будущие медсестры со всей области на конкурс профессионального мастерства. Стройка в никуда. Какой опасно стоят заброшенные здания и долгостроя. И что с ними намерен делать город. Тема недели. Гость рубрики «Прямая речь» заместитель главы администрации города по финансово-экономической политике Евгения Черемных о поддержке малого и среднего бизнеса, а также других темах недели. В начале о том, чем жил город сегодня. Председатель правительства Свердловской области попал в Нижнетагильский госпиталь. Дениса Паслера сопровождали глава города и генеральный директор центра Владислав Тетюхин, чтобы показать, как вырос за год будущий многопрофильный медицинский центр. Остался ли доволен областной премьер? Елена Терехова узнала. Утро только началось, и в операционной уже неотложная работа. Правда, за скальпель здесь хвататься пока слишком рано. За хирургов в этом блоке – строители. Мы ставим каркас, будем крепить панели металлические. Много времени уйдет? Нет, немного. Как орудует дрелью, словно родные за выздоравливающим больным смотрят председатель правительства области Денис Паслер, глава города и отец медицинского центра Владислав Тетюхин. Областного гостя в тайну медцентра посвящают полностью, как долго госпиталь стоял в запустении и как стремительно за этот год он расцвел. Приезжали немцы, которые уже частично начали монтаж, операционный в частности, чистый помещение. Они сказали так, из фирмы «Хелиос», это концерн, который имеет клиник своих собственных. Вот имбарь там, видели, площадка снежная была. Они говорят, вот это все сделать в Германии, они сделали за три года. А вы справились? Ну, мы сделали практически за полтора года. Взрастить здание оказалось недешево стремительному строительству. Поспособствовали 4,5 миллиарда рублей, 3,5 из которых – личные деньги генерального директора. Денис Паслер назвал Владислава Тетюхина героем. Объект не Нижнего Тагила, не Свердловской области, а далеко за пределами границ. Как нашего субъекта, я думаю, все жители страны точно будут сюда приезжать. Таких аналогов в стране у нас нет. И, конечно же, то, что мы здесь, соответственно, сможем делать, это востребовано. Сегодня практически такие операции все мы ездим за границу. Помогать будут обширно более 4,5 тысяч операций в год страдающим гастроэнтерологическим и гинекологическими заболеваниями. Но самое важное и главное направление – ортопедия и витебрология. Потому еще один нерешенный вопрос – медицинские кадры. Необходимо порядка 300 специалистов. Таких корифеев, как Гиппократ, мы, я думаю, что не дойдем в ближайшем будущем. Но способных ребят с потенциалом мы ищем и, думаю, что нам укуплектуем. Чтобы кадры закрепились, здесь же строят дом для медиков. Денис Паслер не сомневается. Дня рождения госпиталя ждать осталось недолго – уже в январе следующего года. Елена Терехова, Александр Штраух, Егор Егошин. Специально для программы «Неделя в Тагиле». Последний звонок сегодня прозвенел для выпускников. Со школой прощаются более 1711-классников и около 3000 девятиклассников города. В старейшей школе Тагила поздравления звучали от главы города Сергея Носова. Алексей Южанин продолжит. Ребята готовились к своему торжеству за годя. Пришлось работать вдвое больше, успевать учить экзамены и репетировать танец для последнего звонка. Сегодня в первую очередь поздравляли их, но и сами выпускники смогли порадовать гостей. Классному руководителю 11-го тяжело расставаться со своим классом. Она шефствовала над ними 7 лет. Были веселые моменты, были грустные. Но о ребятах, говорит, останутся только самые радостные воспоминания. Дети целеустремленные. Они принимали участие во многих интеллектуальных мероприятиях, и в олимпиадах, и в творческих конкурсах. Поэтому я хочу сказать, что это мой любимый выпуск. Может быть, последний. Но дети, с которыми мне очень жаль расставаться. Эльвира Балдриан, учитель истории и общества знания, работает в школе первый год. Сегодня вспоминает свой последний звонок и желает своему любимому классу то, что самой помогло после окончания школы. Это мой первый выпуск. Я работаю в этой школе первый год. Поэтому это первые, самые-самые мои первые выпускники. Замечательные дети, замечательные выпускники. Целеустремленные. Я думаю, у них впереди большое будущее. Я желаю вам всего самого наилучшего. Задачи успешной единого государственного экзамена. Школа номер один имени Надежды Крупской – одна из старейших в Тагиле. Начала свою работу в 1847 году. Так что среди тех, кто специально приехал сказать напутственные слова ребятам, и мэр города Сергей Носов. Наверное, вам, тем хочется или не терпится, скорее, будет у взрослой большой жизнью интересной, надоели школа формой и так далее. Как когда-то мне говорили, не торопитесь от взрослой жизни, еще успеешь быть взрослым. Начальник управления образования Игорь Юрлов вспомнил о традициях общеобразовательного учреждения и выразил надежду на то, что школа будет и дальше держать высокую планку. Этот последний звонок, как в школе старейшей в нашем городе, которая богата традициями, своей историей, уникальными выпускниками, уникальными людьми. Дай Бог процветания в первой школе и самых лучших успехов и свершений. Алексей Южанин, Вадим Усков, Егор Егошин. Специально для программы «Неделя в Тагиле». Моя профессия, мое призвание, в этом уверены будущие медицинские сестры. В Нижний Тагил сегодня они приехали со всей области. На конкурс профмастерства приурочены к Международному дню медсестры. Какими качествами должны обладать представители этой благородной профессии, расскажет Алексей Алексеев. Организаторы конкурса «Моя профессия, мое призвание» убеждены – работа медицинской сестры сложна физически и морально. Только по-настоящему сильные духом терпеливые, добрые и отзывчивые выбирают эту профессию. Конкурс позволяет участникам продемонстрировать свои лучшие качества. Труд медицинской сестры, на первый взгляд, он незаметен для пациента, но от ее умений, от ее знаний зависит, наверное, процентов 80-90 успехов в выздоровлении больного. Перед компетентным жюри выступили команды из 10 филиалов Свердловского областного медицинского колледжа, каждая в составе трех студентов. Наряду с профессиональными навыками участники должны были проявить и творческие способности. К нам предстоит продемонстрировать свои теоретические и практические знания, которые мы получили за все годы обучения. Ну, так как мы первый раз участвуем в этом конкурсе, очень сильно волнуемся, но все-таки соберем все свои силы и пытаемся показать все свои знания и умения. За свое будущее выпускники отделений «Сестринское дело» могут быть спокойны, говорят руководители колледжа. Вакансий по специальности «Медицинская сестра» сегодня больше, чем их соискателей. Размер предлагаемой зарплаты доходит до 25-30 тысяч рублей. Дело за самими студентами. Их старанием – трудолюбием. Алексей Алексеев, Павел Охотников, Егор Егошин. Специально для программы «Неделя в Тагиле». Звезды Голливуда приехали в Нижний Тагил в рамках картин Никаса Сафронова, известного российского художника. На выставке в Музее изобразительных искусств собрались первые ценители и журналисты. Впечатлениями поделится Алексей Южанин. Никас Сафронов завоевал популярность по всему миру своими необычными работами, а также портретами известных людей. Сегодня гости выставки увидели Джорджа Клуни, Джоди Фостера, Леонардо Ди Каприо, Александра Машкова и других звезд в необычном художественном оформлении. Больше всего понравилась картина из истории Англии Диана. Чем она понравилась? Тем, что портрет изображен в форме силуэта, не видно самого лица. И в то же время точно передан облик этого человека через портрет ребенка, так как Диана была настолько чистой, как ребенок. Всего на выставке 78 картин, среди которых портреты, пейзажи, достопримечательности России и других стран. Отдельно выделена серия работ кошки. На картинах домашние питомцы парарируют другие известные полотна мастеров. Замысел художника можно трактовать по-разному, поэтому сами работы вызывают интерес как простых зрителей, так и знатоков искусства. И есть работы, которые носят такую сюрреалистическую направленность. И, на мой взгляд, это самое, так сказать, интересное, потому что сюрреализм – это то направление, которое прославил Сальвадор Дали. Кстати, вот можно увидеть и портрет Сальвадора Дали в образе Джаконды. Выставка продлится месяц. За это время, надеются организаторы, ее смогут увидеть все неравнодушные к искусству и творчеству художникам. Коллекция принадлежит самому Никасу Сафронову. Она побывала уже в Киеве, Одессе, Екатеринбурге, Пензе, в общем, почти в 20 городах. Везде картины вызывают, несомненно, интерес у публики. Картина с оформлением сочетается. Меня вот это даже больше поразило, потому что некоторым часто встречаются картины очень безвкусно оформленные. А здесь как раз-таки очень тонко, где-то изящно и со вкусом вот это сочетание. Алексей Южанин, Александр Штраух, Анатолий Тютин. Специально для программы «Неделя в Тагиле». Это были события пятницы. После небольшого блока полезной информации подведем итоги недели. Смотрите далее в выпуске. «Неделя в Тагиле» глазами наших корреспондентов. Какие события нашли отражение на телеэкране? «Стройка в никуда», какой опасность стоят заброшенные здания и долгострой, и что с ними намерен делать город? Тема недели. Гост рубрики «Прямая речь» – заместитель главы администрации города по финансовой и экономической политике Евгения Черемных. О поддержке малого и среднего бизнеса, а также других темах недели. В эфире итоговая программа «Неделя в Тагиле». С вами Алла Кузнецова, и мы продолжаем. Каждый день мы рассказываем вам о самых значимых событиях в городе. Предлагаю вспомнить, какой была эта неделя. Обзор далее. Отголоски войны. Тагильчане нашли пропавший без вести бомбардировщик. Сотрудники поискового отряда «Соболь» обнаружили военный самолет, который исчез с радара в 43-м году, когда выполнял боевое задание. Он разбился под ревдой. Не выбрасывать отходы, дать им вторую жизнь. Как это сделать? Узнали в понедельник ученики 86-й гимназии. Открытые уроки, мастер-классы для них провели представители Всероссийской экологической организации «Сделаем вместе». Тагильчане перестали видеть сны. С субботы на воскресенье порядка тысячи человек решили культурно обогатиться и отправились на ночь музеев. В обмен на сон сотрудники храмов истории предложили горожанам самые разнообразные занятия. Вопрос снят. Все журналисты города и области стянулись в мэрию во вторник. Сергей Носов устроил пресс-конференцию. Сейчас, уверен мэр, о безменениях Тагила говорить пока рано. Все результаты будут видны осенью. Бросили карпеть над учебниками, демонстрируют физическую подготовку и смекалку. Тагильские школьники во вторник боролись за звание лучшего юного спасателя города. Когда крыша над головой не спасает, жительница 19-го дома по Первомайской каждую ночь будто под открытым небом спит. Кровля не защищает от осадков. После приезда съемочной группы коммунальщики пообещали проблему решить. Киоски, ларьки, летние кафе с носителя оставят. Депутаты озаботились спорным вопросом. Его обсуждали на заседании комиссии по предпринимательской деятельности, градостроительству и землепользованию. Селедка с червоточиной, рыбу с паразитами купил в одном из магазинов города Тагильчанин. В супермаркете убрать с прилавка некачественный товар отказались. Наша съемочная группа вместе с покупателем отправилась в магазинный Роспотребнадзор. Детям рудника болеть запрещается. Единственная детская поликлиника в микрорайоне скоро закроется. Волнуются жители. Мы выяснили, стационар переносит на Балакинскую. Прием детей на руднике оставляют. Танцы на инвалидной коляске. В Нижнем Тагиле по инициативе главы города открылась детская, юношеская, спортивно-адаптивная школа. На занятия приглашают всех детей с ограниченными возможностями. Стройка в никуда. Судьба заброшенных зданий уже вторую неделю. Главная тема совещаний при главе города. Мэр обеспокоен. Недостроек в Тагиле слишком много. И слишком часто там происходят несчастные случаи. Что делать с бесхозными зданиями, если они и городу не принадлежат? Тема недели. Поднимаемся на крышу. Да, тут страшновато. Игры в репортеров, великих режиссеров и каскадеров на огромных недостройках. Никого из взрослых и красиво, как в кино. Но окреленным свободой подросткам прогулок по таинственным зданиям оказывается мало. На обломках заброшенного дома испытывают судьбу. Но иногда окреленности от адреналина не хватает, чтобы долететь. Как не хватило и 13-летнему тагильчанину Егору Нефедову. Мальчик не допрыгнул до перекрытия и упал с высоты третьего этажа. Он третьей недели находится в коме. Здание на Максарево, где упал уже 30 лет, не становится ни домом престарелых, не сносится. Все потому, что объект не города. Владеет им область. Мы составили перечень объектов, подобных объектов, которые находятся в областной собственности. И на этой неделе туда уйдет письмо с просьбой, если хотите, с настоятельной просьбой принять меры по сносу этих объектов. Потому что вы совершенно правы. Это источник опасности. А все поправляются. А это здание не такое высокое и привлекательное для паркура. Но и оно не стоит одиноко. Все те же подростки, а также наркоманы пробуют другую забаву. Здесь был комплект медицинских услуг. Здесь даже был зубной врач. Здесь бассейн. Это одно. Ну то есть детские голоса звенели, мы радовались этому. Сейчас мы видим, как подрастающее поколение употребляет, сидит вот там. Для того, чтобы обозначить проблему заброшенных зданий в городе, тагильчане берутся за видеокамеры, чтобы рассказать пользователям сети интернет и привлечь внимание властей. Нахожусь на территории воинской части, брошенной в центр города Нижний Тагил. Ну и просто хотел бы показать эти здания. Вот за мной сейчас кто-то там рушит здание, тут разбирает все. Трубы срезаны уже, а помещений очень много пустых. Пристанище для спасения жизни и будущего места отдыха. Недостроенных и заброшенных зданий в каждом районе не сосчитать. Но администрация попробовала. Пьедестал возглавляют недостройки федеральные, региональные и областные. Их в шесть раз больше, чем городских. Муниципальным брошенкам администрация уже придумала применение. Часть объектов передается в муниципально-бюджетное учреждение, городской центр эксплуатации жилья и зданий под охрану. Часть объектов готовится к приватизации. Те, которые пока не эксплуатируются. Но приватизация не является панацеей. То есть переход... Получается, что когда комбы развалены, кто-то будет приватизирован? Экономика развивается и имеет значение земельный участок. Остальные пойдут под снос. Глава города дал указание к следующему совету безопасности провести полную инвентаризацию брошенных зданий и подготовить график сноса. Елена Терехова, Егор Егошин. Специально для программы «Неделя в Тагиле». Будут ли достраивать здания на улице Максарева, что разместится в бывшей воинской части на Фрунзе? Эти и другие вопросы по темам недели зададим гостю рубрики «Прямая речь» заместителю главы администрации города по финансовой и экономической политике Евгении Черемных. Буквально через минуту она появится в нашей студии. Не переключайтесь. Программа «Неделя в Тагиле» продолжается. И о значимых событиях недели беседуем с гостем рубрики «Прямая речь» заместителем главы администрации города по финансовой и экономической политике Евгении Олеговной Черемных. Добрый вечер, Евгения Олеговна. Добрый вечер. Евгения Олеговна, начнем, наверное, с праздничной темы. 26 мая будем отмечать День российского предпринимательства. В Нижнем Тагиле во всех отраслях экономики работает более 3000 малых средних предприятий. Значительное число. Расскажите, какие мероприятия в городе планируются, посвященные этой дате? Да, действительно так. Прежде всего, позвольте поздравить всех предпринимателей, которые себя причисляют к этой категории с праздником. Это приятно, что у нас появился такой праздник. И предпринимателем быть, я хочу сказать, что непросто. Это определенный склад и ума, и характера. И самое главное, это предприниматель должен уметь и нести, прежде всего, ответственность за результаты своей деятельности. И если на каком-то предприятии, допустим, государственном, или если это наемный работник, то на себе, как правило, работник не в полной мере ощущает последствия деятельности. Кто предприниматель, который собственник, который организатор этого дела, он ощущает это и на своем кошельке, и на своих нервах. И поэтому всем желаю успешного бизнеса, прибыли и работать в том числе на благо города Нижнего Тагила. Что касается мероприятий, 29 мая, думаю, все уже знают, что у нас будет в помещении городского дворца детского и юношеского творчества. Мероприятие, которое называется «Форум предпринимателей горнозаводского управленческого округа». Приглашаю всех участвовать, более того, настаиваю на том, чтобы предприниматели, которые хотели бы показать, чем они занимаются, все-таки выставились, показали свою продукцию и приняли максимальное участие в тех мероприятиях, которые будут внутри форума. То есть это и круглые столы, и обсуждение возможных предложений для донесения не только до уровня правительства Свердловской области, а инициатива до правительства Российской Федерации. Это очень важно, потому что вы знаете, что у нас с вами есть много нерешенных вопросов или тех моментов, которые не позволяют нам расти и развивать бизнес в той мере, в которой хотелось бы. Поэтому ждем вас 29-го на форум и приглашайте своих коллег горнозаводского, может быть, и не только округа, со всей Российской Федерацией. Будем обмениваться мнениями. И, может быть, что-то сейчас мы не слышим, муниципалитет, правительство Свердловской области, это и есть то место, где вы можете найти возможность быть услышанными. Это важно. Попробуем. Это такой форум довольно представительный. Опора России, в том числе и деловая Россия, участвует в организации, областной фонд предпринимательства, ну, естественно, Нижетагильский фонд поддержки предпринимательства. То есть, довольно серьезное мероприятие. Евгения Олеговна, уже не раз мы с вами беседовали об инструментах поддержки малого и среднего бизнеса на муниципальном уровне. Расскажите, может быть, еще что новое появилось в этой сфере? Да, новое появится вскоре. Сейчас программа, целевая программа в Министерстве экономики Свердловской области, я так понимаю, что проходит заключительный этап согласования. И в этой программе дополнительные меры будут. Это предоставление субсидий малому и среднему бизнесу на модернизацию до 10 миллионов. Это очень серьезная поддержка. То есть, мы сможем своим предпринимателям предложить обновлять их производственную базу, мощности, в том числе с привлечением именно этого механизма. Это одно из мероприятий, которое вот сейчас появляется как новшество. Но при этом я еще раз подчеркну, мы не успеваем с вами использовать то, что ранее было предоставлено. То есть, у нас еще есть остатки денежных средств прошлого года на программу «Начни свое дело», на грантовую программу, на лизинговые схемы, на компенсацию затрат по участию в выставках. Поэтому, дорогие предприниматели, будущие предприниматели, мы вас ждем. По программе «Начни свое дело» мы продлеваем ее до 1 сентября. И обращаю ваше внимание, что после этого те деньги, которые не уйдут в этом направлении, которые не смогут защитить будущие предприниматели на свои проекты, мы их вернем в соответствующие бюджеты федеральный и областной. Хотелось бы еще уточнить, что на этот год и на следующий год пока подобных программ не предусмотрены, ни в федеральном, ни в областном бюджете. То есть, это вот то, что нужно успевать сделать сейчас. Есть ли какие-то вопросы по поводу того, каким вы видите или хотели бы видеть свое дело, приходите и приходите в фонд поддержки предпринимательства, и приходите в администрацию города, мы максимально обязательно поможем. Насколько в городе отработана система так называемого единого окна, когда предпринимателю все справки, документы можно собрать, предоставить в одно место? — Вопрос такой, я бы сказала, сложный. Почему? Потому что сейчас в городе одно окно — это, скажем так, здание администрации города, и то разделенное на несколько окон. Надеемся, что эта концепция в городе Нижний Тагил заработает к 1 сентября 2013 года. И она будет в рамках областной программы МФЦ, так называемой МФЦ, многофункциональные центры, или мы их иногда называем одно окно, единое окно. Прорабатывается эта программа в рамках исполнения указов президента, в том числе, для того, чтобы и предпринимателям было удобно и начинать свое дело, и развивать его. Поэтому мы надеемся, что на вагонке ближе к сентябрю все-таки откроется первый многофункциональный центр. И вот на нем мы будем отрабатывать, мы будем максимально помогать областному правительству, потому что они несут ответственность за открытие МФЦ. Обучим их специалистов и будем отслеживать, насколько выполняется задача. Я хочу сказать, что на данный момент задача стоит о том, чтобы в очереди до окна подачи документов, что вот это время не может превышать 15 минут. Скажу, что многие специалисты очень сомневаются, смогут ли они сейчас достичь этого, но будем идти в этом направлении, задача такая поставлена. Развитие предпринимательства — это и новые рабочие места. Известно, что по майским указам президента в России должно появиться 25 миллионов рабочих мест. По Нижнему Тагилу есть какие-либо данные? Большое спасибо за вопрос. Я думаю, что эта тема станет у нас вечной, лет на 10 вперед, наверное. Будем неоднократно к ней возвращаться. Могу отчитаться о следующем. В начале недели у губернатора Свердловской области было заседание президиума правительства Свердловской области, где и рассматривалась концепция по реализации мероприятий, по созданию 25 миллионов Российской Федерации модернизированных, высокопроизводительных рабочих мест. У меня, конечно, есть некоторые вопросы к тому, что разработали. Это институт разрабатывал, экономисты, это Уральский федеральный университет прорабатывал эту концепцию. Но, тем не менее, губернатор принял решение, что на данном этапе принять к сведению и в сентябре задача поставлена на эту областную целевую программу уже в виде программы на 2014-2018 годы утвердить. В этой программе, мы так понимаем, что и будут уже окончательно утверждены те цифры, которые по городам нам необходимо будет, на которые надо будет работать. Но вот сейчас мы понимаем, как я уже не раз говорила, что это 700 тысяч рабочих мест по Свердловской области. Из них 438 тысяч необходимо будет модернизировать. Все остальные, вероятно, надо будет создавать. По городу Нижнему Тагилу мы понимаем, что будет основной объем, ну, после Екатеринбурга, скорее всего, основная задача будет стоять, конечно, в том числе и по Тагилу. Но мы работаем в этом направлении. Я уже не раз говорила, что есть понимание и среди предпринимателей, и среди малого, и среднего бизнеса, не говоря уже про крупный бизнес, но они ежедневно работают в этом направлении по модернизации производства. Единственное, что неоднократно мне говорили предприниматели, просьба такая, озвучить направление стратегического развития города Нижнего Тагила и, соответственно, отраслей, отраслевого развития. Вот месяца через два, через три мы готовы будем с главой города собрать предпринимателей, малый, средний и крупный бизнес и предложить свое видение направления развития города Нижний Тагил, где все смогут и поучаствовать при обсуждении, и в том числе услышать, что же мы предлагаем по стратегии развития города на 10-15 лет вперед. По стратегии, не раз мы говорили о том, что среднесрочную трехлетнюю программу мы сейчас уже подготовили и на основании того, что в том числе жители нам предлагают очень много обращений и писем с предложениями, что необходимо сделать в городе Нижний Тагил. На сегодняшний день она уехала вместе с главой города и правительством, премьером Средловской области к полномочному представителю президента Российской Федерации ВУРФО и там в том числе сегодня она будет в первый раз рассматриваться. Это на три года вперед. А мы уже смотрим на 10-15 лет и вот предложение такое. Мы на нашей страничке откроем специальную рубрику по приему предложений от граждан Нижнего Тагила. На официальном сайте, да? Для того, чтобы любой желающий мог предложить направление развития, обращая ваше внимание, именно развития города, то есть ни латания, ни дыр, не то, что надо дороги сделать, этим мы с вами занимаемся сейчас. А как вы видите в будущем, лет на 50 вперед, развитие нашего города? И для того, чтобы ускорить этот момент, еще почтовый ящик внизу в администрации повесим. Пожалуйста, приходите с понедельника, опускайте письма, предложения, для того, чтобы мы сформировали программу уже с учетом мнений всех граждан Нижнего Тагила. Это важно для того, чтобы посчитать инвестиционную составляющую и защитить ее как в правительстве Сырловской области, так и в правительстве Российской Федерации. Но могу сказать так, к примеру, что сейчас мы уже насчитали на 43 миллиарда необходимых вложений лет на 5 вперед. Но это еще только начало. Хорошо, Евгения Олеговна, спасибо. И к другим темам перейдем. Буквально несколько минут назад посмотрели телезрители, телесюжет о том, какой опасны стоят в себе заброшенные здания, долгостроя. Таких объектов на территории города насчитывается несколько десятков. Часть из них находится в муниципальной собственности, часть областной, региональной, федеральной. Расскажите, как город вообще работает с этими зданиями, есть ли какой-то реестр их? Да, вопрос непростой. Реестр муниципальной собственности на данный момент создан, он еще раз проверяется. Вот именно заброшенные здания, о которых вы говорили, несколько сложнее с той собственностью, которая является областной и федеральной, но тем не менее мы в этом направлении однозначно работаем. К примеру, могу сказать следующее, вот то заброшенное здание, которое мы называем дом ветеранов, недостроенный на вагонке, недалеко от больницы на Максарево, это областная собственность на данный момент. Что касается защиты нашего населения и детей от возможных травм, вот глава города поставил задачу, я надеюсь, мы скоро с ней справимся, поставим забор вокруг, как минимум, это первое. Ну и второе, все-таки работаем над тем, чтобы вернуть этот недострой в собственность муниципального образования город Нижний Тагил, и таки его достроить в самое ближайшее будущее, но это год-два, наверное. И очень много обращений, чтобы все-таки это был дом ветеранов для людей преклонного возраста, где обеспечится медицинский уход. То есть в этом направлении однозначно работаем. По всем остальным зданиям идет серьезная инвентаризация. А очень много вопросов по зданию бывшей воинской части на улице Фрунца. По воинской части очень большая площадь, да, действительно, там были предложения разместить кадетский корпус, и эта тема вновь оживилась, и могу сказать, что есть одна федеральная программа, по которой, возможно, мы сможем пробить вариант финансирования с федерального бюджета кадетского корпуса, потому что там довольно серьезные затраты, более миллиарда рублей, но, судя по всему, в Уральском федеральном округе такого кадетского корпуса, который удовлетворяет всем нормативным требованиям, еще нет, и у нас есть шанс именно таким образом учебное заведение сделать, чтобы получить финансирование из федерации. Здание ЛОВД, бывшее здание, было снесено на площади перед вокзалом. Есть какая-то информация, может быть, что появится на этом месте? Да, на аукционе нынешние собственники этого здания выиграли право приобретения. Теперь, услышав просьбу администрации города, они его снесли, вы это все видите, и это однозначно радует, и мы благодарим собственников. Но насчет назначения будущего здания, скажем так, мы сейчас ведем переговоры, поскольку первоначальное желание тех, кто приобрел это здание, все-таки был торговый комплекс, постройка торгового комплекса. Мы предлагаем рассмотреть несколько иных вариантов, что могло бы на данный момент размещение каких возможных функциональных помещений могло бы повлечь большую пользу для жителей Нижнего Тагила. То есть мы встречаемся с собственниками, разговариваем, возможно, они нас услышат. То есть пока варианты рассматриваются? Варианты рассматриваются, но я хочу сказать, что собственники идут на переговоры, и вполне нормально у нас, я бы сказала, адекватные сейчас идут процесс переговоров. Евгения Олеговна, сегодня еще один праздник, последние звонки сегодня звучат практически во всех школах города. И в связи с этим у меня такой вопрос. Многие спрашивают у телезрителей, к нам в редакцию звонят, в нынешнем году действовала такая услуга, как социальная карта первоклассника. То есть родители первоклассников могли приобрести канцтовары, одежду в некоторых магазинах со скидкой. Будет ли повторяться такая практика в следующем году? Да, конечно, уважаемые родители, во-первых, я вас поздравляю, что ваши ребятишки поступили в первый класс, у вас начинается новая жизнь. Не забудьте прийти, забрать эту карту до 3 июня. Осталось очень мало времени уже на Ленина 1. Это и в тагильском рабочем неоднократно уже помещалось это объявление. Пожалуйста, приходите, пользуйтесь. Она предусматривает соответствующие скидки в магазинах города. И продолжая тему образования, в четверг в Нижний Тагил приезжал министр общего профессионального образования области Юрий Бектуганов. И речь шла о выполнении майских указов президента. В частности, это обеспечение детей местами в детских садах. Город с этой задачей, в принципе, успешно справляется. Несколько дошкольных учреждений было открыто не так давно. Какие планы? Спасибо за комплимент, что успешно справляется. Но, видимо, те родители, которые в очереди стоят, они пока так не думают. Коротко скажу, что у нас с вами на этот год строительство нового садика на 200 мест предусмотрено. На следующий год завершение трех садиков на 270 мест. То есть это очень серьезные объемы, хорошие. Я даже уже пока не говорю про надстройки третьего этажа по двум детским садам. Это отдельная тема. Что интересно, мы сегодня предлагаем родителям, которые стоят в очереди и видят, что им необходимо в ближайшее время записать своего ребенка в детский сад. Следующую услугу. По вагоностроителям дом 43 уже сегодня начинается строительство нового детского сада на 200 мест. Сроки сдачи этого здания в эксплуатацию конец этого года. Но, вы знаете, строители всегда там что-то происходит, поэтому мы аккуратно говорим конец этого года, но, возможно, начало, до февраля следующего года. Поэтому на данный момент можно приходить либо в детство, в управляющую компанию, либо в управление образованием. И если устраивать расположение и предложение там от трех лет, по-моему, в этом детском саду будут приниматься детишки, уже можно записываться в этот детский сад. То есть с перспективой, что пойдете в 2014 году, в начале 2014 года уже в абсолютно новой, красивый детский садик. Могу сказать, что на сегодняшний момент семеро уже изъявили желание записаться. Конечно, получается, что мы записываемся в тот детский сад, который еще физически не существует, но договор подписан, подрядчик уже вышел на работу, и я думаю, что все будет хорошо. Это детский садик номер 75. Название у него, если не ошибаюсь, солнечный луч. Вот, пожалуйста, тоже в этом направлении движемся. И о заработной плате, в том числе и, это касается и работников сферы образования. В городе действовала комиссия по повышению заработной платы малообеспеченным сотрудникам, это бюджетников, да, касалось. Расскажите, какие-то, может быть, итоги работы этой комиссии есть уже. Комиссия завершила свою работу. Я уже неоднократно говорила о том, что отработали все очень хорошо. Значит, понимание всех отраслевых структур есть, расчет завершен. И на сегодняшний день передано это все на рассмотрение бюджетной комиссии, то есть по экономике и бюджету. Это уже постоянной комиссии при Думе. Задача найти финансирование практически решена. Могу сказать, что мы на то, чтобы обеспечить увеличение заработной платы по малооплачивому персоналу, заработали денежные средства на продаже права аренды земли под застройку и под комплексную застройку. И продолжаем это делать. И я хочу сказать, что вот уже более 40 миллионов по этой статье в бюджет города поступило. То есть и застройщики идут, и строительство у нас, скоро вы увидите, будет довольно-таки расти хорошими темпами. И в бюджет поступают денежные средства, которые мы однозначно направим на финансирование вот этой задачи. Значит, когда это произойдет? По Думе на 30 мая, скорее всего, этот вопрос не будет. Ориентировочно мы предполагаем, что 30 июня на заседании Думы этот вопрос будет рассмотрен, принято решение. Решение, я думаю, что, скорее всего, будет однозначно положительное, потому что я еще не видела ни одного депутата, который бы отказался принимать решение по увеличению заработной платы. Почему смещение на месяц? Объясню, потому что у нас есть сведения из правительства Сырдловской области, что они сейчас разрабатывают программу по увеличению заработной платы тому же самому, скажем так, персоналу с 1 июля. Вот мы ждем конкретики с этой стороны, то есть насколько, с какого момента, с какой даты. И уже после этого принимаем свое решение на Думе, чтобы не получилось, что мы своим решением помешаем правительству Сырдловской области исполнить то желание, которое у них сейчас пока есть. То есть это такие бюджетные, скажем так, формальности. Ну, то есть можно сказать, что даже двойное повышение заработной платы ожидает. Скорее всего, так и получится. Да, скорее всего, правительство Сырдловской области сделает первый этап своего повышения. Вот проценты они сейчас высчитывают, сколько это будет. Второе, кстати, правительство Сырдловской области в октябре месяце, о котором мы уже знали, там от 5 до 15 процентов идет повышение. Ну и между этими, значит, мы впишемся в город, муниципальное образование, со своим уже увеличением заработной платы. Так вот, с миру по нитке, я надеюсь, что все-таки достойный уровень достигнем. Спасибо за беседу, Евгения Олеговна. Вам остается только попрощаться с телезрителями. Большое спасибо за вопросы, было очень интересно. Я бы хотела поздравить выпускников школ, 11-классников, с тем, что у вас начинается взрослая, очень интересная жизнь. Через несколько дней вы определяетесь со своим, с тем, чем вы будете заниматься, возможно, всю жизнь. Удачи и хорошего настроения. До свидания. Спасибо. Мне остается только присоединиться к пожеланиям. Но у нас на очереди новости спорта буквально через пару минут. Не переключайтесь. Мотогонщики Урала Как рассказал нам начальник управления по развитию физкультуры, спорта и молодежной политики муниципалитета Дмитрий Изовских, то, что Тагильская трасса считается одной из лучших на Урале, подтверждает большое количество участников соревнований. Кроме того, трасса лидер считается самой безопасной по меркам мотогонщиков. Она скоростная и на дороге нет камней. Несмотря на то, что в Нижнем Тагиле хорошая трасса, занять все призовые места тагильчане не смогли. В классе мотоциклов 55 кубических сантиметров победил пятилетний спортсмен из Ревтинского. В категории 65 кубиков лучшим стал гонщик из Каменск-Уральского. Спортсмен из Далматова занял первое место в классе 85 кубических сантиметров. Тагильчане Максим Батухтин и Павел Медведев в этой категории заняли только 10 и 11 место. Лучший результат тагильчане показали в классе 125 кубиков. Иван Гурьев стал победителем гонки, а Максим Красноперцев занял второе место. Следующие соревнования по мотокроссу запланированы на август. На трассе лидер пройдет открытый чемпионат Нижнего Тагила, посвященный Дню города. Спортсмены Дю США Тагилстрой победили в нескольких международных и российских соревнованиях. В Венгрии завершился Кубок мира по кикбоксингу, где спортшколу представляли Ксения Кокорина и Ольга Ставрова. Девушки уже не раз побеждали на международных турнирах, и в Венгрии не стали изменять традиции. Каждая в своей весовой категории взяла Кубок мира. В это же время в Саратове проходил чемпионат и первенство России по кикбоксингу в разделе «Лайт Контакт». Воспитанники Дю США завоевали две золотых и две серебряных медали. Чемпионами стали Валерия Воропаева и Тимур Амонов. Иван Исаков и Александр Бакиров замкнули тройки призеров. Как рассказали нам в Дю США Тагилстрой, Александр – сильнейший боец России в разделе «Лайт Контакт», но в Саратове судьи решили, что в этом году есть спортсмены и посильнее. Несмотря на это, старший тренер сборной России заявил, что Александр сможет отстоять право выступать в национальной сборной. Для этого ему нужно будет выстоять несколько контрольных спаррингов перед международным турниром. О том, какой ценой тагильчанам досталась победа на чемпионате России, мы расскажем в понедельник. Олимпийский кросс-кантри в Нижнем Тагиле уже в это воскресенье. Третий год подряд в нашем городе проходит соревнование по маутинбайку в дисциплине кросс-кантри «Малахит». Это гонки на велосипедах по пересеченной местности. Спортсмены преодолевают естественные и искусственные препятствия и неровности. Камни, корни, деревья в подъемы и спуски. Гонка «Малахит» проходит по олимпийской системе. На 5-километровой трассе участники делают несколько кругов. В сумме накатывает до 30 километров. Причем каждый год организаторы делают новую трассу. Эта трасса ее проложили в окрестностях горы Голый Камень. Ожидается до 50 участников из разных городов Свердловской области. Самым юным велосипедистам около 10 лет. Но для них дистанцию сократят до 15 километров. Первый этап гонки «Малахит» пройдет 26 мая, в воскресенье. Старт в 13.00. Юбилейная победа. 10 лет тагильским грибцам нет равных в России. В Акуловке Нижегородской области завершился Кубок России по грибному слалому. Десятикратными обладателями главной награды стали Каноя Двойка из Нижнего Тагила, Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов. Бронзовые призеры Олимпиады в Пекине. Всего у тагильской школы грибного слалома «Полюс» на этих соревнованиях 4 золота и 2 серебра. Абсолютным победителем Кубка России в самом многочисленном классе мужская байдарка стал тагильчанин Никита Губенко. Он завоевал золото в личном и командной гонках. Как отметила тренер тагильчан Ольга Гвоздева, завершился отбор сборной России на чемпионат Европы и первенства мира по грибному слалому. В состав команд вошли Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов, Никита Губенко и Юрий Снегирев на Канои-одиночке. О спорте на сегодня все. О самом важном и интересном мире спорта узнаете в понедельник из выпуска новостей. Удачных выходных! Неделя в Тагиле подходит к концу и мне остается напомнить, если вам есть о чем нам рассказать. Звоните по телефону 419551 или оставляйте сообщение на сайте телекомпании www.tagildefistv.ru Раздел «Сообщи новость» автор самой позитивной новости на этой неделе станет обладателем приза. Туиска с липовым медом от спонсора рубрики Уральского центра по родовым поместьям «Медведь». Всего доброго и хороших вам выходных! Субтитры подогнал «Симон»